Отвалившееся сидение и взрывоопасная маршрутка. В Ярославле сотрудники госавтоинспекции проверяют общественный транспорт. Чем может обернуться поездка в маршрутке, расскажет Нина Колтина. Я не знаю, как это творилось. Я вас хотел бы спросить, как вы так людей перевозите? И это не единственная претензия сотрудников госавтоинспекции к микроавтобусу, приехавшему в Ярославль из Фоминского. За такое состояние водителю придется заплатить из своего кармана. В городе проходит операция автобус ГИБДД по всему Ярославлю. Проверяют общественный транспорт, помогают нештатные сотрудники. Они садятся в маршрутку на конечной и на протяжении всей дороги снимают происходящее на видеорегистратор. По итогу данные передает ГИБДД с нарушениями сталкиваться практически всегда. Был ремень накинут, но не пристегнут. Считал деньги во время движения, был без кондуктора, останавливался в неположенном месте. Это список самых распространенных нарушений, а еще разговоры по телефону, пересечения сплошных и стоп-линий. Правилами безопасности водители пренебрегают, хотя именно от них зависит безопасность пассажиров. Специалисты уверены, общественный контроль приучит водителей к дисциплине. Когда сотрудник полиции стоит, так скажем, на дороге, его видать, водители автобуса, ну ничего скрывать, предупреждают друга о том, что на конечных остановках проводится проверка. А когда едет веншатный сотрудник, ну водители просто-напросто едут расслабленные, не думая, что за ними ведется контроль. Соответственно, уже на будущее у них в мозгах закладывается то, что возможно, их снимают. Кроме соблюдения, водителям ПДД проверяют документы техническое состояние. У автобуса номер 18 установлено газовое оборудование без необходимых разрешений и сертификации. В довесок нет огнетушителя. Водителю грозит штраф 500 рублей, индивидуальному предпринимателю придется заплатить в 10 раз больше. Красная маршрутка номер 83 новая, с техническим состоянием все в порядке. Но в ней штатный сотрудник утверждает, водитель был не пристегнут, дважды пересекал сплошную линию. Водитель не согласен. Я ничего не нарушал, из-за чего я отказался от подписей от всех. Я был с ремнем, я ничего не нарушал, из-за чего я хочу все проверить. То есть в понедельник меня пригласили ознакомиться с видеорегистратором. Вот после ознакомства с видеорегистратором мы посмотрим, кто прав, кто виноват. Сотрудники госавтоинспекции констатируют, количество нарушений со стороны водителей общественного транспорта участилось. Именно поэтому подобные рейды проводят дважды в неделю. Как правило, за 7 дней попадается порядка 20 нарушителей. Нина Колуцина, Михаил Орлов, Новости города. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok